Разреженные батарейки, устаревшие гаджеты и бесчисленные пластиковые изделия. Это лишь малая часть отходов, которым можно дать вторую жизнь. Специальные контейнеры – самый доступный способ отправить хлам на переработку. Но пользуются ли им ростовчане? Батарейки сдаем внизу, у нас есть специальные контейнеры, мы их туда сдаем и потом их утилизируют. В магазины продуктовые сдаю батарейки или в мега-центрах, там есть тоже пункты сдачи. Использованных телефонов не бывает, они все ходят на запчасти. Батарейки, скрипя сердцем, ну в урну выбрасываю, а куда их выбрасывать? Да, поддерживаю. Даже дома у нас разные контейнеры для определенного вида мусора. В квартале местечко, где можно сдавать батарейки. Я два раза в жизни туда сдавал. Продвижением раздельного сбора мусора уже 9 лет занимаются активисты «Ростов. Город будущего». Алексей Нилич сортирует собранное вторсырье. Электрохлама как акция проходит в рамках фонда президентских грантов. И все собрано электроникой и батарейки отправятся в Ярославль на завод НЭК, национально-экологическая компания. Акции по приему вторсырья в Ростове-на-Дону проводят ежемесячно. Алена Бадр, Сергей Крикоров, Александр Кучец, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.